По тропинке снежком Запорожено И у меня ровно получилось Когда за плодами Зацвели первые 10 5 шелковиц оказалось Пусть мелкими Но плодами Опять были пустые То есть это были мужские Вот тогда мне не повезло Я должен был каждому навязывать 2 А если 2 окажутся Обе женские Ура, но плодов нет Обе мужские То вообще приедут мне морду бить Опять плохо Тогда надо 3 Но по теории Если можно и с 3-я пролететь Тогда надо 4 Она меня смотрит как на идиота Говорит, нахрен мне столько шелковиц Мне одной хватит Ну короче говоря Забросила это дело Сейчас 5 штук растет 5 вот таких В прошлом году Таня Железова укоренила 5 штучек всего Это так До души Больше не связывается И вот этот рассказ Что я навязывал Люди не брали Так А второе поле вообще продать не мог И 40-20 продал 20 вообще не смог Вот Был момент Ну тоже Это тоже учил В поселке В деревне Очуры Мне оттуда позвонили И сказали Для двери И меня вот это шокировало Что По идее Они не должны были Плодоносить А у нее все 2 И он плодоносит И сказала Завелась птица И мы ничего не можем сделать Живет и живет А она же не одновременно Не созревает Плоды Как созрела Съела Я знаю адрес Это одно дело Ко мне приезжают Другое дело Я к ним поехал Приезжаю Вот они передо мной Две шелковицы Уже плодов практически нет И вот эта птица сидит Так и не улетает Представляете Она такая Прижилась там Они целый месяц По мере Это по мере созревания Так и сидел Но я посмотрел И обе плодоносит А мужского дерева рядом нет Я короче запутался А так как плоды были Вот такие вот Это я и завязал Я почему ездил Посмотрите результат Меня же прислали С этого самого Саратова Семена Это была первая попытка Вот Читаем дальше Это я вот Просто Я это рассказал Однажды И человек Это вот Расстроился Я пять лет потратил На разведение ее Но так ничего И не получилось Выписывал Саратова Из разных мест Челябинска Это кто там продает НПО Челябинск Не помню Я там был в гостях Нижний Новгород Златоуст Златоуст Если это самое Златпитомник То там это Когда-то они Мои фотографии использовали Пришлось их позорить Пока не убрали Так вот Но так и не прижились Заметьте Не замерзли Не погибли Они прижились А тут все под носом Есть Под носом Это я получается Про вас узнала Недавно Это зимой В каталоге На месту Шелковицы Не было И не будет Поэтому не смогла Заказать А тут я слышу Что больше не будете Заниматься Ею Да не буду Но может быть У вас все-таки Остались Саженцы Шелкович Вы знаете Кто-то из вас Предлагал мне Десять тысяч За одну Саженец Я бы конечно Больше тысячи И так бы не взял Ни за что бы Не воспользовался Вот этой вот Любовью Шелкович Но Показательно То есть Те кто их ценит Потому что Я хочу Именно ваши Саженцы И не сей Больше Просто Наел Разочаровываться Выкину Деньги на ветер Про эти деньги Я еще что скажу На ветер Ну Откуда у них Почему Я не знаю Ни одного Шелковичного сада Ни в Златовусе Ни в Сирябинске Почему А эти Сейчас я Готовил Может в другой раз Набирайте Шелковица Питомник Вот Саженцы И попадете Вот такая вот Плоды А потом Нажимаешь Подобно В Яндексе И окажется Что она не их И вероятность Что их не один процент То есть Перекупщики Скорее всего Вот Видите как Покупаем Нас А мы все Нищаем И нещаем Вот Используют Нашу любовь К садам Так Не могли бы Рассказать Про агротехнику Вблизи Каких деревьев Можно садить Вблизи Лучше Не вблизи А подальше От других Дерех Сто процентно Должно быть Солнечное Солнечное Должно быть Сто процентно Со всех сторон Солнца Живу Если Если в километре Полкилометра 100 метров 10 метров Тогда Шелковица Не замерзнет Вот Про агротехнику Шелковица В Сибири Это я такой Нудный разговор Растет Вот таким кустом Причина Я это называю Видите я написал Природа Занимается Обрезкой Сама То есть То о чем мы говорим Помните Прищипывание Руки Отщипну Ваши руки По плечи Чтоб не прищипывали Прищипывание Обрезка Осенний Не дай бог Все это Природа Сама Если Они Тонкие Тонкие Кончики веток Тоньшие иголки И поэтому Они Описательно Отмерзают Может На миллиметр На сантиметр На 10 сантиметров И после этого Кустится И получается куст И этот куст Природный Эта природа Сделала так Чтобы Это касается Шелковицы Не только Это одна из моих Ключевых фотографий Для учебников Вот Не суйтесь Я имею ввиду Тех кто учит Сами И не учите других Представляете Что бы было Если бы сейчас Они Кто До метра Учит резать Кто на полметра Вспоминаем Что бы от нее осталось Да просто сдохла бы давно Вот Калеку Делать А она В форме шара Из-за того Что у нее Кончики Обмерзают Вот это Одна особенность Спасается технологии Вот Ну Вот это Моя и есть Ну Честно говоря Ничего не достается Все птицам Врать не буду А я уже руки опустил Из-за птиц Из-за птиц Я руки опустил Вот Так Теперь Вот Эту шелковицу Сейчас Погодите 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 А Да Так Ну Как видите Кто прислал Кто прислал А может Ниже Есть Шелковица Как Как Это Самое Шелковица Цветет Рождь уже Плодоносит Плодоносит А Во 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 Здравствуйте Вячеслав Славил Фото Шелковицу Узнаете Да Это Те самые Укорененные Зимой Из ваших Синьков Синьков Бродского Юрия Васильевич У меня На Урале Растут Шелковица Только ваш И Бродского Хорошо Переносит Уральские Морозы Растут И Плодоносят В этом Году Несмотря На Суровую Зиму Шелкаются Усыпаны Плодами Так Мне Надо Восстанавливать У меня Как Было Одно Подмершее Дерево Так Одно И Есть И Что Получается Что Получается В общем Так Алексей Берите Меня В ученики Пока Время Укоренение А Рисковали Своей шелковицы Сейчас Кто Мне Задал Вопрос Рисковичу Вам Нужен Вот Этот Товарищ Пусть А Почему У меня Нет Это А Короче Алексей Пожалуйста Разместите Мои Свои Данные Если Вам Нужны Клиенты Вот Один Созрел И Пусть Он Теперь К вам Обращается Будем Расширяться Это Дело Если Уж Новорали Без Укрытия Плодоносим Значит Наше Дело Правильное Мы Победили Как Говорил Товарищ Сталин Вот Так Вот Ну Началось С меня И Мне Это Радует Дальше Уже Пойдет Семи Мильными Шагами Почему Учеба Продолжается Как Бо Не Заскучали Друзья Смотрим Итак Я Начинал Учиться И Когда У меня Получилось Я Сделал Статью Под Названием Зеленое Черенкование На Примере Смородины Почему Самая Легко Усвояемая Как Те Самые Кролики 2-3 Килограмма Кролика Мясо Легко Усвояемого Это Усвояемая Нет Я Шляпу Перед ним Снимаю Нет Шляпы Нет Голову Склоняю Свою Лысую Вот Вообще Здорово Это Подвиг Фактически Почему Вот Уже Это С Другого Места Но Это Отдельный Разговор На таких Разговорах Будет Сотни За Кажем Деревом Идет Своя История Особая А в данном Случае Я Показываю На примере Представим Что-то Шелковица Все Так Июль Месяц Находите Находите В вашем краю Где она Не замерзает Вот Вспомните Там Переселся Нижний Новгород Еще Что-то Вот Если Там Она Действительно Есть Живет Сада Ищите Обращайте На колени Деньги Протягивайте Просите Эти Веточки Шелковицы И По этому Принципу Тут Даже Объясняйте Надо Да Вот Что Значит Это Фотография Железова Инструкция Не нужна Так Нет Не важно Что Это Смородина А то Шелковица Чтобы Не сожгло Солнце Обязательно Укоренение Вот Укоренение Длится Месяц Полтора Проснуться Почки Которые Из Пазуха Листьев И На следующий Год Еще Год И Получается Вот такая Красота И Дай Бог Чтобы Все дети Росли В таких Садах Почему Наше Правительство Не Понимает Что Надо Не Двадцати Этажки Строить Знаете Что Быть С этими Вот Снять бы Снять бы Снимок Я Глядя На девочку Подумал Надо Пару минут Сказать Вот Смотришь Новоктройки Вот эти Огромные Высотные Дома Они Забывают Про садики Тоже Рядом Построят Забывают Про школы Забывают Даже Дорогу Провести Но Девять Этажки Стоят Выгодно Какие Девять Этажки Это Старое Слово Применил Двадцати Пяти Этажки И просят И там Живут Люди И однажды Зимой Прекратится Не на Полсуток А на всю Зиму Теплоснабжение И они Вымерзут И люди Вымерзут Так как Вымораживали Тараканов Помните Печку Погасили Ушли в баню Открыли Окна И Ждут Когда Тараканы Вот так Будет с людьми Я сам Себя Утешаю Я сам Живу В этом Пятиэтажке Но я знаю Одно У меня там Запас дров Так И печка И домишка Такой хреновенький Что стыдно Даже Гостей Приглашать Вот Но он Спасет Жизнь Моим Детям Внукам Понимаете Когда Придет Время Ничего Что он Запилок Сдел И досками Обшит Чем Люди Думают Произесс Чем Думают Раздать Землю Чтобы Побольше Строили Чтобы Это Была Приоритетная Постройка Чтобы Это Было Льготное Чтобы Человека Засыпать Всеми Благами Чтобы Прекратить Они 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 Должны Опустеть Переехать На землю На землю Сейчас же Есть хорошая Дорога Я Рассел Господи Как же люди Села Вот смотришь Магазины Позакрывались Сергей попробовал Открыть магазин Открыл А никто Ничего не покупает А у каждого Второго Дворя Машина С города Все везут 37 лет назад Я приехал Мы же на рынке Отоваривались Курочка Луточка Все молочные продукты Яички Все оттуда было А сейчас С супермаркетов Травят нас И вы понимаете Я к чему говорю Призываю Домик Деревни Пока Ничего-то Не бесплатно Помните Про соквашины Хозяев нет Живите Кто хотите Уже скоро Это Целые Деревни Стоят Пустые Вот все Я говорю Есть внедорожник Все Покупай дом Деревни Не важно Больше я там Жить или нет Впереди Страшные времена Ребята Не хочу быть Оракулом Но чувствую я это Не может так Вечно быть Удавка На шее Удавка Страшная У всей страны Удавка Ну и соответственно И дети Откуда у них Будет здоровье Как в городе За компьютером За этим Телефоном Куда здоровье У детей У кто-нибудь Думает об этом А земли Не дают Утаврение Утаврение Утаврение